В Тверской области больше семей смогут получить выплаты на погашение ипотеки. Вопрос обсуждался на очередном заседании регионального правительства, которое провел губернатор Тверской области Игорь Руденя. Также на заседании было решено учредить новую премию для ученых. Все подробности далее. Если раньше на получение выплат для частичного погашения ипотеки могли претендовать лишь те семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 25 лет, то теперь возрастная планка заметно повышена. Решением правительства Тверской области участвовать в этой программе отныне могут супруги до 35 лет, а для многодетных семей возраст повышенный вовсе до 40. По мнению главы региона Игоря Рудени, подобное нововведение будет способствовать повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в Верхней Волжье. Вот это увеличение возраста членов семьи, я думаю, даст большую возможность для участия нашей молодежи, тем нашим гражданам, кто хочет поучаствовать в программе улучшения демографии, возможности по улучшению своих жилищных условий. Также на заседании был расширен список получателей выплат на погашение ипотеки. Теперь воспользоваться поддержкой могут семьи с детьми, где родители являются студентами образовательных учреждений региона. Для получения выплат они должны иметь российский паспорт и быть зарегистрированными на территории области не менее двух лет. Это позволит получить выплату студентам, которые приехали на учебу в Тверскую область из других регионов, создали здесь семью и остались жить и работать в Верхней Волжье. Хотел бы напомнить, что за первого ребенка мы выплачиваем 200 тысяч рублей компенсации погашения ипотеки. За при рождении второго ребенка 300 тысяч рублей. И при рождении третьего ребенка 500 тысяч рублей. В общей сложности это получается 1 миллион рублей на погашение ипотеки для приобретения жилья. Еще один вопрос повестки дня касался учреждения в регионе премии губернатора Тверской области для ученых. Она будет присуждаться за результаты в научно-исследовательской работе и научной деятельности, а также за разработку образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области. Получателями премии смогут стать студенты и сотрудники вузов, соискатели ученой степени, кандидата или доктора наук, коллективы ученых. На данный момент утверждено 4 номинации в каждой по 4 направления. Техника и технологии, медицинские науки, естественные и точные науки, сельскохозяйственные науки, гуманитарные и социальные науки. Работы участников конкурсного отбора на соискание премий будут оцениваться по ряду критериев. Однако Игорь Руденя выделил ключевые из них. Два основных фактора, которые будут являться доминирующими, это возможность промышленного применения научных разработок, и второе, это регистрация этих разработок, получение патентов, простым языком говоря, и регистрация интеллектуальной собственности на данные разработки вот этими молодыми учеными, которые будут участвовать в нашей программе. Размер премии по каждому из направлений в номинации «Студент года» будет составлять 50 тысяч рублей. В номинации «Аспирант года» — 100 тысяч, в «Молодой ученый года» — 100 тысяч рублей. В номинации «Лучший коллектив ученых» за третье место размеры премии составит 150 тысяч рублей, за второе — 200, за первое — 250. Таким образом, ежегодно будет распределяться 15 наград. Именно первых победителей станут известны до конца 2020 года. Со следующего года награждение победителей будет проходить накануне Дня России.